Вот это настоящее путешествие выходного дня, которое плавно переходит в приключение выходного дня, потому что это правильно организованный чистый лес, в котором ты идешь-идешь и видишь, например, камень. А этот камень сюда привезен с определенного места, у него есть определенная история. Идешь-идешь-идешь и видишь, например, определенную ступку или жернов, или какое-то строение. А что интересно здесь поставлено, то что здесь тебе не нужен экскурсовод, который будет мешать твоей семье, не давать тебе релаксироваться. А ты приехал после трудовой недели, очень устал, а хочешь тупо отдохнуть, побыть сам с собой, с девушкой, с семьей. Ты просто подходишь к определенному объекту, арт-объекту, и читаешь, что это, когда полная информация. То есть, если он тебя, этот объект, заинтересовал, ты можешь о нем узнать всю информацию. А если не заинтересовал, просто гуляй и наслаждайся. Рядышком здесь югло с озером, поэтому запах здесь от цветения тех растений, которые живут на озере, растут, от обилия можжевела, смешанного соснового леса, который находится здесь, и разные строения, которые дают тебе разные эмоции. Разумеется, ты можешь заказать экскурсию, сделать это экскурсией и еще чем-то, но поскольку у нас путешествие выходного дня семейное, и мы рассматриваем в контексте нашей семьи, то это всегда позитив. Ну и скажем, сколько мы потратили по сегодняшний момент. Шесть евро. То есть, два евро – это доехать сюда, четыре евро – входит на семью из пяти человек. Это Латвия, и здесь нету этих китайцев, очень хорошо отношусь китайцев, но нету здесь толпы туристов, которые вам бы мешали наслаждаться. Обратите внимание, всегда они на этом кадре, что когда я гуляю, за моей спиной никогда нету туристов. Чем интересна Латвия для семейного путешествия? Здесь такая уникальная, действительно интересная церковушка. То есть, раньше были вот такие пологие потолочки, как мы можем видеть, и вся роспись была на дереве, алтарь настоящий. Вот такие вот загородочки, где заходила, как правило, целая семья, свечка, которую мы зажигали. И вот эта штука, видно или не видно, она указывает, какой псалом сейчас надо петь. То есть, вот здесь вот указан номер псалома, и люди здесь пели. Это вместо дирижера, чтобы он здесь не стоял. Здесь стоял церковь, здесь читалась какая-то проповедь, нотация, как обычно это было. И за моей спиной, разумеется, место, где хор певчих пел и играл орган. Выглядит очень прикольно, и это все из дерева. Здесь глиняная плитка на полу, и все вокруг деревянное. Выглядит очень таком туражненько, прикольненько. Действительно, ощущение настоящей церкви. Причем она не отапливалась, здесь нет никаких приборов отопления, нет никакой печки. И отапливалась людским присутствием, которое здесь было. Ну, и как выяснилось, вот так выглядит эта церквушка. Это лютеранская церквушка, и она поныне действует. То есть, до сих пор есть фанатики, которые хотят здесь совершить венчание или крещение детей. Или каждое воскресенье в 10 часов туда приходят на богослужение. Представляете, 14 века лютеранская церковь и действует. Что мне понравилось, насколько она дружественна в нашей среде. То есть, там нет никакого отопления, даже элементарные буржуйки и печки. И она построена таким образом, что тепло внутри сохраняется и отапливается за счет человеческих сердец. Это правда, это не прикол. Добавляем. А это кустик накладываем и прикручиваем вот с себя, стирать под кружинку. Поставляем с любой стороны, то есть с дуба сделано, можно наклонить, можно миску закреплять, а миска должна пускай быть, а там по вкуснее у нас волшебки. Это такие игрушки были раньше, да? Дети играли? Деревянные игрушки. Сейчас показывал, что это наш писатель «Красный Зиганый Сиамашидорбин». Это было в 140 веке со дня рождения, где-то 135 лет назад он сыгрался таким волчком. То есть игрушка, которая больше 135 лет, да? Да, да. Вот такие жужжалочки, это уже тысячелетней давности в Истречском музее, в археологическом отделе 10-13 век. Где-то 1800 лет назад с посточкой свинины делали. Релаксирующаяся. Ты получше твоего спиннера. Сиди у телевизора смотрим четырехсерийный, частисерийный сериал, мультфильм и релаксируемся. На кончике пасть можно. Можно покрепче, трехкратный, как правило. Хоп! 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 У нас большое сделание, я в Латвии набрал около 20 названий. В Латвии набрал около 20 названий. В Латвии набрал 20 названий. Там есть яблоня, есть слива, рябина, рябина. Дуб все время так ровненько, чтоб тебя ровненько. Хоп! О, коротай время, коротай. Это животных пугать, наверно, да? Просто мальчишки такие делают. Мы с коллегой когда-то в Омской области жили, там такие кардиковые березы, степных районов, в степи расплиток срезали, вот такие зубчатки, шестерни, ведро старое заколачивали, где-то 5-6 мальчиков по улице. Шум такой. Ха-ха-ха. Мотоцикла раз не было. А можно бегать, то я верю. Интересно то, что можно подойти к этнографическому строению, и там есть такой дедушка, и, например, с детьми можно прийти и посмотреть все виды игрушек. То есть здесь собраны были игрушки, которым более, допустим, 100-200 лет. Есть документальное подтверждение некоторым игрушкам 200 с лишним лет. Вот. И эти все игрушки здесь воссоздают, прямо вот так на месте делают, так как они изготавливались раньше. И, разумеется, можно купить за смешные деньги 2-3 евро. Вот. Детям это интересно, а что интереснее взрослым, то что взрослые оставляют детей вот в этом месте, и здесь целый огромный полигон, и здесь десятки развлечений, то есть помимо игрушек были еще и игры. И эти игры тоже здесь можно освоить. Вот это очень интересно. Просто сейчас осень, как обычно мы одни в Латвии, да, немноголюдная страна, поэтому ради нас, конечно же, это не запустят. Заходим в крестьянский жилой дом. Здесь есть дата. Он был построен в начале 40-х годов. Так, здесь жилая зона, слева была кроватка, стол покушать, сундук для хранения вещей, шкаф для хранения вещей, и еще одна кроватка с принадлежностями. Дальше, в этой части мастерская, то есть слева люди жили, справа они мастерили. Так, сейчас мы находимся, например, в этом уникальном помещении, и она, кстати, не такая уж и старая, у нее период постройки 39-й год. Обращаем внимание на полы. Вот эту фишку я видел в Амстердаме, и я был удивлен. Есть видео о том, как я рассказываю, где в Амстердаме каналы, почему они не затапливают помещение. Здесь примерно та же самая история. Значит, здесь мы можем видеть кирпич, который 25 сантиметров, 12 на 8, и как делались вот эти уникальные полы. Сначала прокладывался пол из глины, примерно 35 сантиметров, то есть выкладывалась глина на основании всего помещения, а потом на глину ставился вот этот интересный кирпичик. И дальше были две вариации. Если люди уж хотели какие-то дизайнерские вещи, то они профуговывали вот эти швы между кирпичами. Это уже был известковый раствор. Если им эта красота не особо нравилась, то это все было проделано глиной. Таким образом, это самый уникальный, дружественный в нашей среде, экологически чистый кондиционер. То есть кирпич, остатки влаги, которая здесь внешне, он может ее впитывать в себя и хранить, а когда ее слишком мало, например, вы кидаете в печку дров, у вас сушит воздух, да, где-то 40% его, этот кирпич абсорбирует эту влагу. И у вас таким образом создается всегда уникальный климат в помещении. Поэтому, если эти технологии перенести сегодня к вам, то нам не нужен декоративный кирпич для вида. Этот декоративный кирпич может быть и для вида, и для той же самой системы, как уникальный природный кондиционер. То есть не нужен в вашем доме кондиционер, если у вас, допустим, помещение 20 квадратных метров, достаточно одной стенки 18 квадратных метров, которую мы делаем из настоящего глиняного кирпича, и вы получаете для своей семьи комфортное состояние вашего помещения. Это мы видим здесь, и этому доказательству уже много-много десятков лет. Вот у меня в руках вот этот керамический элемент. То есть это не просто, еще раз говорю, декоративный элемент. Дело все в том, что вот он, если посмотреть сбоку, то есть вот здесь вот очень тоненькое дно, вот такое очень тоненькое дно, вот здесь вот в этом месте. Когда печка делалась вот таким образом, и сюда попадало непосредственно тепло от огня, то за счет этого максимально быстро давало тепло. То есть ты пришел зимою, кинул дров, пока вся печка нагревается, за счет того, что вот в этом месте идет основной яркий мощный, блин, прогрев, такой сильный прогрев, и она просто давала, выходило отсюда тепло. То есть нагрев шел вот этой керамической части. То есть это практически, ну вот видно ее, да, то есть зацеп такой, чтобы удобно она хорошо стояла просит. Вот такие керамические элементы делались вот у нас в Прибалтике. Классическая латышская баня, соломенная крыша, покрыта уже большим количеством мха. Кстати, мух это на самом деле не так уж плохо, потому что является индикатором чистоты природы. В латышских банях, понятное дело, что топилась печь, топился вот этот вот камень, через него проходило, то есть, грубо говоря, в русской версии по-черному. А так как не было, с железом был дефицит, и были деревянные кадушки, поэтому нагревать воду в железных не было возможностей, но мыться-то надо было. И поэтому вот эти вот раскаленные камни кидались непосредственно в кадушку, и тем самым нагревали воду. Интересно было о том, что у Екатерины, как-то мне попался один момент, что у Екатерины в качестве камней, вернее вместо камней, были пушечные ядра. Довольно-таки интересно тоже было. Итак, очередная маленькая историческая ремарка. В этот гранатографический музей был разобран и перевезён из города Лепая портовый склад, построенный в 1697 году. Чем примечателен этот склад? Чтобы морская соль не разъедала дерево и не портила его, он был пропитан и битоном. Кстати, первоначально эту идею использовали египтяне при строительстве своих персов. Они нагревали горячую смолу, ну, в данном случае олив, если так проще, кому будет понятней, до состояния кипения, и пропитывали. Таким образом, у нас же точно таким же образом делались и шпалы для всех железных дорогах. Пропитывалось горюзо-смазочными материалами, маслами всевозможными. Это отдельная тема. Значит, здание, значит, здесь хранилось зерно, хранилось ткани всевозможные. Ну, вот такое вот это чёрное здание. Многие думают, что его просто выкрасили для красоты. Нет, это именно покрыто гудроном таким, пропитано целиком полностью, включая двери. Вот всё, что можно было, пропитали, чтобы морская соль в воздухе, которая находится, и прибрежная, не разъедала древесину, не портила её. Эта пушка не является охраной этого амбара, в данном конкретном случае, или склада. её нашли при разборке фундамента, но так как она была непосредственно в этом здании, принадлежала этому зданию, её вытащили, немножко почистили, и оставили здесь возле неё. Тут такие восьмигранники строились на Руси, то есть это были православные, и вот этот православный архитектурный элемент перекочевал в католицизм. То есть эта капелла построена как восьмигранник, причём, самое интересное, как интересно. Естественно, даже этот восьмигранник, построенный с переплетением ласточкин хвост, довольно-таки сложный был момент просчитать. Ну, молодцы, сделали. Эта капелла середины 19-го века, ну, до сих пор сохранилась. Вот это настоящее путешествие выходного дня, которое плавно переходит в приключения выходного дня. Ты приехал после трудовой недели очень устал, а хочешь тупо отдохнуть, побыть сам с собой, с девушкой, с семьёй. Ты просто подходишь к определённому объекту, арт-объекту, и читаешь, что это, когда полная информация. То есть если он тебя этот объект заинтересовал, ты можешь о нём узнать всю информацию. А если не заинтересовал, просто гуляй и наслаждайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА